Интересный сегодня у нас герой, интересный поток идет. Друзья, кстати, вот я хочу вас всех поблагодарить за ваше участие, потому что благодаря этому вниманию и вот и происходят эти чудеса. Не только я один волшебным образом работаю, мы все вместе работаем. И это дает результат. Почему он потеет в затылок? Невроз у вас сидит, поэтому это место и потеет. У некоторых детей, которые нервничают, то здесь тоже эта область очень сильно потеет. Так. У вас есть офлайн сеансы? Конечно, я принимаю в свои клиники, либо если я где-то нахожусь в каком-то городе или стране, я там тоже буду прием. Мало спите, у вас красные глаза. Не красные глаза, она просто камера делает. Сплю я нормально, 7 часов, не хватает. Так. Ну, человек не говорит. Ему уже 4 года. Ну, психологу надо его отвезти, пожалуйста, чтобы посмотрели, что с ним. Так. Очень болезнь спина. А вот это заболевание, которое у вас ссорит, первый раз такое вижу, в чем он может тебя за ним, наверное, смотреть. Бываете в Сочи? Давно в Сочи не был. Лет, наверное, уже 10. Примерно. Так. Бываете в Германии? Да, в Германии несколько раз я был. В Берлине был, в Мюнхене разика три был. Так. Душа болит. Ну, давайте с вашей душой пообщаемся. Тинонина. Сейчас проверю, только вы есть. Тинонина. Тинонина. Если такой ник. А вот что-то вас не ищет. Проверю еще раз. Тинонина. А, Тинонина. Пардон, я неправильно. Вторую букву. Да, есть такая. 1507. Есть. Одной букву в Кашипсе, но я всегда себя проверяю. Поэтому есть во списке. 1507. Ждем. Здрасте. Здравствуйте, Артем. Как вас зовут? У меня Надежда. Надежда. Что с вами, Надежда? Да, у меня, знаете, душевное состояние очень плохое. Давно как бы. Ну, я думала, как бы так нормально это. Бывает там настроение. Вот раньше было, знаете, бывает тут ровное настроение. Вот. А сейчас уже я забыла, когда у меня ровное настроение. Вообще его как бы нету. А что есть? Ну, вот сейчас у меня, знаете, вот. Ну, может быть, года два. Вот. Стало я замечать. Вот. У меня, вот, знаете, как-то бывает тут днем. Вот. Такое, как бы, далеко там внутри. Знаете, такое, вот, как бы, тоска или страх. Вот. Что-то такое, вот. Появляется, вот. Так. И вот, одиночество. Ну, вот, что-то. И вот, как это далеко вот внутри. Вот, знаете, вот. Я пока... Сейчас уже начала, знаете, вот. Возьму всяких трав, напьюсь, напьюсь. Мне, как бы, лучше становится от этого. Вот этим я заглушаю себя. Так. Какие травки вы пьете? Успокоительные какие-то? Нет. Иван-чай, вот. Потом чагу. Души. Вот такие вот. Что там еще? Зеленый чай. Потом имбирь, корень. Вот. Что вот хорошо там для настроения. Вот это вот. Ромашка. Вот. Надежда, а вы когда-нибудь ходили к психиатру или к психотерапевту? Я по поводу... По поводу мужа ходила один раз. Именно по этой ситуации. Больше никогда не ходила. Не была никогда. Но у мужа еще сильнее депрессия, чем у вас? Нет. Я сейчас... Дело в том, что в разводе живу одна, вот, два года. Вот. У него... Нет, я не по этому поводу. Просто, что вот... По нашему разводу ходила. А так вот, что вот именно внутри вот у меня... Вот. Раньше не было вот у меня такого, что... Я говорю, бывало ровное настроение. Бывают там перепады, да? Вот. А потом вот сейчас стало вот как-то вот внутри вот это вот тоска вот этой и как-то страшно. Вот. Бывает вот такое вот тоскливость такая вот. Вот. Хоть и дочь бывает у меня рядом, да? А бывало такое состояние вот... Ну, вот. Как бы в душе внутри вот страшно. Ну, я хочу вам сказать, что вот мне дочь подсказала про вас. Вот. Я начала ваши делать медитации. Вот. И я стала замечать, что по чуть-чуть, по чуть-чуть как-то что-то начало немножечко меняться. Вот. По чуть-чуть. Вот. Может быть. Ну, все равно вот эта вот тоска, она как-то вот... Ну, еще меня это мучает, как бы беспокоит. Я вот боюсь, что... Чтоб это не вернулось ко мне. Вот. Понимаете? Вот. А вернулось что? Еще худшее состояние, чем сейчас? Нет. Что вот... Вот до этого что было? Вот. Вот в чем дело. А что было еще до этого? Чего нет сейчас? Ну, вот. Оно по чуть-чуть как бы у меня... Вот знаете, вот день наступает. Я думаю, боюсь, чтобы у меня этого не было. Вот этой тоски, вот страха, вот такое. Как-то радости вот нету, вот понимаете? Вот такое вот. Я понял. Надежда, скажите, а сколько лет это состояние держится? Вот я заметила, вот как я переехала, вот. Ну, мы разошлись, переехала. Вот два года вот в этой квартире у меня вот началось как-то вот это беспокойство сильно. И у меня еще большая проблема с энергией, понимаете? Вот с энергией у меня проблема уже как бы, ну, прилично идет, не знаю, может лет... Может лет пять проблема с энергией. Я думала, может не хватает витаминов каких-то. Вот. А в Браге сколько вы были, Надежда? Ой, мы долго, ну, тридцать. Тридцать один получается. Разъехались как два года. А зачем разъехались? Ну, у нас тут проблема была большая с переездом. У нас тут большая история была. Мы переезжали, вот, не один раз как бы. Вот, потом с мужем договорились переезжать. Снова назад он отказался. И вот потом, и на этой почве, вот, в общем, мы и разошлись. То есть он не согласился с этим. А мне было как бы, ну, не могла в другом городе. Мне было некомфортно, плохо. В Екатеринбурге. А вернулись вы куда? Снова вернулась в Екатеринбург. Потом, потому что дочь у меня тут поступила, осталась, поступила учиться. Потом замуж вышла, родила. И вот, и мне пришлось снова сюда же вернуться. А муж куда делал ваш? А мы разошлись, он здесь живет, просто мы разошлись. А, то есть вы куда-то уезжали, потом вы там разошлись. Да, в Казахстан уезжали. А? В Казахстан уезжали мы с дочерью, но снова пришлось вернуться, потому что она здесь начала дальше вот строить всю свою жизнь. Так, хорошо. Один ребенок у вас, да? Да. Хорошо, Надежда. Давайте работать с вашим состоянием. Итак, вот тоска эта, как чувствуется? Сейчас вам сколько еще раз полных лет? Я не записал. 52. Сколько? 58. 58 полных лет. Итак, вот эта тоска и плохое настроение, как ощущается в теле? Вот у меня в основном, знаете, вот утром как-то ничего, я там попью, там кофе, там еще какие-то свои травки опять же попью, бывает ничего. Потом вот днем, вот как-то радости нет, тоска, вот бывает такое вот одиночество. Что у меня чувство одиночества и так, где оно живет в моем теле, это ощущение. Вот как-то внутри, вот внутри как-то вот. Вот, типа на душу, на сердце, вот что-то такое. В грудной клетке, правильно? Где-то вот здесь, как бы так вот. Итак, Надежда, задание очень простое. Вы сконцентрируйтесь на этом ощущении, которое у вас здесь рождается. Мы пойдем в ваше прошлое, посмотрим, когда это началось, с точки зрения ваших чувств. И потом кое-что с этим сделаем. Договорились? Договорились. Итак, сконцентрируйтесь на ощущение. Да. Скажите себе, мне 50, есть это чувство внутри? Мне 50. Да. Мне 40. Мне 40. Ну да, есть. Мне 30. Мне 30. Есть. Мне 20. Мне 20. Есть. Мне 10. Мне 10. Есть, есть. Мне один год. Мне один год. Есть. Мне один день, я в животе у мамы. Мне один день, я в животе у мамы. Есть. Что это чувство? Мамина или папина? Подсказывает мамина. Мама как зовут? Полина. Сколько ей было лет, когда она вас родила? 37 лет. Я мама полина, мне 37 лет. Как ощущения? Я мама полина, мне 37 лет. Я мама полина, мне 37 лет. Я мама полина, мне 30 лет. Ну тоже как-то вот это ощущение. Я полина, мне 20 лет. Я полина, мне 20 лет. Я полина, мне 20 лет. То же самое, так вот. Я полина, мне 1 год. Я полина, мне 1 год. То же самое, так же. Я полина, мне 1 день, я в животе у своей мамы. Я полина, мне 1 день, я в животе у своей мамы. То же самое, так же. Че это чувство? Бабушкина или дедушкина? Подсказывает, что бабушкина. Как зовут бабушку? Вот этого я не помню. Вы ее никогда не видели? Нет, я не видела. Она умерла до вашего рождения? Да, похоже. И ваша мама никогда не рассказывала, как ее звали? Я не помню. Может, рассказывала, вот я не помню. Про бабушку, дедушку. Так. Окей. Без имени поработаем. Я моя бабушка, мне 30 лет. Как ощущение? По маме, которая. Я моя бабушка, мне 30 лет. 30 лет, да. Как ощущение? Ну, как-то тоже вот внутри как-то тоже чуть-чуть, может, поменьше стало. Но так же вот здесь вот как-то. Мне 20 лет. Я моя бабушка, мне 20 лет. Я моя бабушка, мне 20 лет. То же самое вот как-то так вот. 10 лет. Я бабушка, мне 10. Я бабушка, мне 10 лет. То же самое, такое же вот состояние. Я моя бабушка, мне один день я в животе у своей мамы. Я моя бабушка, мне 10 лет. Мне один день я в животе у своей мамы. Я моя бабушка, мне один день я в животе у своей мамы. Как ощущение? Может, чуть поменьше, но так же вот здесь вот как-то. Может, чуть поменьше. Я тот предок, с которого начался этот конфликт. Кем я себя ощущаю? Я тот предок, с которого начался этот конфликт. Кем я себя ощущаю? Мужчина или женщина? Кем я себя ощущаю? Мужчина или женщина? Подсказывает, что мужчина. Сколько мне лет? Что в моей жизни происходит? Сколько мне лет? Что в моей жизни происходит? Да, вот что вот этого мужчины, сколько ему лет примерно, да? И что происходит в его жизни, связанность с этим мужчиной? А сколько лет должно подсказывать мне? Как кажется. Вот вы видите образ какой-то вам пришел, ощущения. И вы видите, сколько лет этому человеку. На ум пришло как-то лет 17, что ли. Что происходит в его жизни? Что вы видите? Какую картину? Что происходит тогда, когда это чувство зародилось? Ну, как-то вот не пойму. Что там в этом не пойму происходит? Что-то непонятное. Что непонятное происходит? Это человек находится где-то в помещении или на улице? Ну, вы сейчас сказали в помещении или на улице. Что-то мне на язык приходит в помещении. В помещении. Что это за помещение? Это какой-то дом. Его дом или чужой дом. Либо это какое-то здание какое-то. Что это за помещение? Ну, может быть дом. Что в этом доме в 17 лет у этого мужчины происходит? Даже не пойму. Вот это не пойму. Внутри помещения. Что это такое? Рассмотрите это внимательно. Что это за ситуация связана с этим ощущением? Как-то ничего не приходит вот на ум. Что-то я даже не пойму. Рассмотрите эту ситуацию, которая к вам пока на ум не приходит. Но вы ее сейчас увидите. Вы увидите, с чем это ощущение связано. С какой историей, с какой ситуацией. Ну, может быть конфликт какой-то. Кого и с кем этот конфликт и о чем он? Что там в этом конфликте происходит? Какое действие? Какое там действие происходит в этом конфликте? Что там происходит? Как-то непонятно. Представьте, что в этой ситуации как бы больше света стало. И вы то, что раньше не видели, начинаете видеть. Из темноты это выходит и вы начинаете это видеть. Что там происходит? Просто рассмотрите это. Что там за история такая? Может быть, как-то что-то разъясняется. Что там происходит? Ну, вот до конца не могу понять. Что вы видите хотя бы? Какие штрихи к портрету вырисовываются? Не надо анализировать. Надо просто посмотреть. И описать то, что вы видите. то, что вот в доме не могу понять, что там, что я там вижу. так вот пришло на ум, что мужчина вот, а что вот в доме так. Окей. Тогда поработаем с этой полной неизвестностью, потому что вас ситуацию туда в деталях не пускают. И на самом деле складывается такое впечатление, что знаете, вы как бы дерево без корней. Поэтому и сил-то нет. Теренкогнито. Не знаете, кто моя бабушка и дедушка вообще неизвестно. Никакой связи не чувствовали. И нам надо это сейчас вас включить для того, чтобы вы почувствовали, как род вас может питать. Окей. Я этот предок, скажите, мне один день, я в животе у своей мамы. Я этот предок, мне один день, я в животе у своей мамы. В этот момент представьте, что к нему приходит сам Бог и говорит, дорогой, если в твоей жизни получилось так, что у тебя лет в 17 произойдут очень тяжелые, серьезные, болезненные для тебя события, где ты будешь на грани жизни и смерти и ощущать, что твоя жизнь неожиданно может оборваться, то все это для того, чтобы это ощущение полностью бы растворилось и превратилось бы в безусловную любовь. Это для того, чтобы все твои потомки чувствовали бы с тобой связь через безусловную любовь и получали бы от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы все твои потомки были бы счастливы, строили бы гармоничные, счастливые семьи и испытывали от этого огромное наслаждение и огромную, огромную земную любовь, получая от этого чувство здоровья, уверенности в себе и огромный поток энергии. Как состояние? Ну, что-то пошло, знаете, как бы энергия прибавилась и в руки, вроде и в теле как-то почувствовала. Что чувствуете дальше? Это примерно четвертый. Приятнее как-то стало, типа энергия, как будто бы что-то прибавилось лучше. Так, что дальше происходит? Что дальше происходит? На душе лучше стало, по-моему. Тоска распространена. Да, приятнее становится. Да, еще что происходит? Ну, вот как-то внутри, где вот я говорила, мне плохо, чувство, так сказать, лучше стало, как-то приятнее и в руки, и в ноги, как-то так приятнее стало все вот это. Прямо. Что хочется делать, Надежда? Ну, что-то хочется делать, как бы, а то бывало... Что я хочу делать? Ну, какое-то дело, что ли, чтобы не сидеть, вот что-то вот как-то вот... Ну, какая мысль сейчас зудит в голове, да, что-то пошли бы сейчас и по делу, ребят, хотя я понимаю, что в Екатеринбурге там еще на два часа больше, чем в Москве. У нас, да, уже ночь. Час ночи, да, скорее всего. Пару часов, да, с разницей с Москвой? У нас два часа с Москвой. Два часа. Ну, вот час ночи уже, собственно. Что хочу делать? Ну, вот не могу сказать, что. Ну, как-то прибавилось вот с души, где вот здесь было мне плохо, как-то лучше стало, да, и вот в руки, в рот. Надежда, вопрос такой. Скажите, вам муж когда-нибудь в любви признавался? Вы чувствовали себя любимой женщиной? Нет. Нет. А давайте мы это в вашу историю включим, мы заодно у всех тех, кто сейчас в прямом эфире находится, потому что этот опыт, да, очень необходим человеку, который страдает депрессией или вообще испытывает какие-то сложности в жизни. Потому что, с моей точки зрения, ощущение себя любимым или любимой – это безусловное чувство для здорового человека, которое, в принципе, у него дано по факту его рождения. Но в силу разных обстоятельств его жизни это может не произойти. А без этого опыта человек не чувствует в себе божественных сил. Давайте с этим поработаем. Вы готовы? Да. Ну, я думаю, что это будет актуально для всех, кто у нас в прямом эфире. Пусть вот вы, скажите себе, Надя, а те, кто хотят это же ощущение проработать у себя, что каждому из вас один день, и вы в животе у своей мамы. Вам, Надя, один день, вы в животе у своей мамы, и ваша мама не знает, что вами беременна. Только что был с папой секс, и наступила беременность. Как ощущения в этот момент? Что вы чувствуете в своем теле? Так, что я чувствую? Да, вот в этот период. Всего лишь один день. Мама не в курсе. До конца, чтобы у нее появиться. Как ощущения? Ну, как-то приятно. Приятно. Вроде как и энергия, что ли, появилась. Энергия появилась. Но мы ровно-то включили, поэтому там энергия появилась. Итак, представьте, что в этот момент, в этот момент к вам приходит сам Бог, когда он всего лишь один день и говорит. Дорогая Надя, если в твоей жизни получится так, что до 58 лет твой будущий муж тебе никогда не будет говорить, что он тебя любит, и не будет тебя обнимать как следует, и не дарить тебе цветов, и не говорить тебе каждый день ласковые слова. Все это для того, чтобы ты и так в глубине своей чувствовал, что ты любима, что Бог тебя любит, и вся мужская половина этого человечества будет тебя боготворить, и чтобы ты себя всегда ощущал любимой, самодостаточной, уверенной, гармоничной, здоровой женщиной, которая знает, чего хочет, и легко просто это реализует. Это для того, чтобы ты в глубине души всегда чувствовал, что любовь у тебя есть в сердце, и ты готов ее подарить и получить от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы ты ощутил, что для дара любви нет никаких условий. Это для того, чтобы ты это чувство ощущала 24 часа в сутки после 58 лет. Просто так, и без всякой причины. Как Стэнни. Ну, вроде как-то хорошо становится лучше. чего-то хочется. Прямо как-то так же вот типа энергия, что ли, прибавилась. Это приятное такое ощущение уверенности, может быть, что ли, что-то так. Что-то давно забытое, да, пришло? Я, наверное, так и не мыслила никогда, вот как вы проговорили, я никогда так и не мыслила, вот может, поэтому мне как-то вот так приятно стало вот здесь в душе. Да, Надя, может, стоит начать так себя чувствовать, да, и не мешать этому ощущению все время сопровождать мой взгляд на эту жизнь. И тогда и настроение будет прекрасное. И будете видеть, что мир не так уж плохо, что Екатеринбург, несмотря на суровый климат, хорошее место для жительства, как стоит. И что, если захотите, замуж еще раз выйдите. И что в этот год вам поступит несколько предложений о замужестве, а вы будете выбирать, за кого выходить. Как ощущения? Хорошо. Приятно там. И как-то и энергия, что ли, лучше прибавляется и прямого как-то и уверенность, что ли, вот как-то приятно. Так. Тоска полностью прошла? Ну, вот сейчас не ощущаю, как бы я. Так. А что чувствую вместо этого здесь? Что сейчас вместо этого здесь? Ну, можно сказать, хорошо как-то. Угу. И уверенность, что ли, чувствую как будто уверенность, что ли, вот так вот. Прошла ваша депрессия? Я могу задать вопрос? Да, конечно. У меня вот сейчас, вот, прошлое лето, вот, бывает депрессия, говорят, знаете, вот, по времени года, зимой там, или весной. у меня началась она как будто круглый год. И вот даже лето бывает. Так. Я им пореву, и вот как-то вот депрессивное такое состояние стало у меня, вот, вот, не знаю, на какой-то почве, вот. Так. Ну, сейчас вот, что проговорили, вот, как-то приятно, да, вот, энергии вроде прибавилось, и вот, в области души, вот здесь как-то, как-то приятнее, увереннее, что ли, вот, что-то стало. Какой запах сейчас у вас в пространстве, где вы находитесь? В чем пахнет? Ну, не пойму. Видите запах? Да, вот запах цветов вдоль. Цветов? Да. Может быть, что-то ощущается. Вот, когда вы начинаете концентрироваться на том, что цветами пахнет, как состояние, что с ним дальше происходит? Больше, по-моему, запах становится. Да, естественно, я же его усиливаю вам, да, как ощущения в душе, что происходит? Ну, приятно становится. Да. Депрессия прошла? Сейчас. Да, да, хорошо вот здесь как-то приятно. То есть, прошла. Я вам, знаете, что рекомендую? Завтра, пусть даже, не кто-то, а вы сами себе купите букетик цветов и поставьте его где-нибудь вот на видном месте, чтобы он еще сильнее пахнул. Потому что, видимо, муж вам их никогда не дарил. А вы себе даже не позволяли сами подарить, потому что очень хотелось, но вы этого не делали. Жили вот в своем этом отгороженном мире женщины, которые ни на что не тянули. Хорошо. Был дел такой, да? То, что вы вот проговорили, ну да, так оно и было. Ну, теперь все будет по-другому. Я вот хотела у вас еще задать вопрос вам. У меня почему-то, вот мы разошлись с мужем, да? И я почему-то ощущаю постоянно перед ним свою вину. Он постоянно на меня обижался, что я плохо что-то все делаю, все плохо. И я ощущаю постоянно свою вину перед ним. За что? Как? Не знаю сама за что. Вот потому что такое ощущение, что вот я плохо делаю, он обижается, я виновата перед ним постоянно. Не знаю, как от этого избавиться. Как я это чувствую? У меня как это чувствую? Да, вот как, где эта вина живет перед ним, где в вашем теле? Ну, как-то внутри вот тоже она у меня живет. Где? В каком месте? Ну, вот где-то вот здесь, вот в области или сердца, или души, вот так. Души. Ну, доработаем. Вот это ощущение доработаем, да? Потому что у вас адресная история еще сверху этого, что еще муж вам привел чувство вины, что вы что-то там не так делали, вот, и были всегда во всем виноваты. Итак, скажите себе, Надя, мне снова один день и жиротел у своей мамы. Мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Надя, если в твоей жизни получится так, что твой супруг тебя будет обвинять в том, что ты его причина его всех проблем и что ты виновата во всем будешь у него, в его каких-то неудачах или в каких-то событиях, то это для того, чтобы ты себя любил еще больше и получал бы от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы ты всегда и рядом с ним, и без него чувствовал бы себя счастливой, уверенной себе женщиной, которая знает, чего хочет, это для того, чтобы ты ощутил, что дар безусловной любви, откроющийся в твоем сердце, легко и просто бы тебе позволил создать новые гармоничные счастливые отношения с любым мужчиной, кого ты полюбишь, получать от этого огромное удовольствие, наслаждение, чувство радости, иметь качественный, гармоничный секс, который тебе приносит огромное удовольствие, это для того, чтобы в твоем доме был всегда достаток и ты наслаждался бы этой жизнью просто так и без всякой причины. Как ощущения? Ну, лучше становится прямо приятно так как-то вот и энергия вроде прибавляется и вот как-то приятно становится. Все, что мы с вами сделали, оно еще будет сильнее раскрываться, а еще целые сутки вот вас будет заполнять ваш сосуд, который был опустошен. Вот примерно такое ощущение от вашего поля было. Оно сейчас начало наполняться. Корни включились в работу, плюс ваши все паттерны перестроились, то, что вы себя, знаете, как сказать, вот жили или чувствовали никем. Призывать вас никак. Тень, мужа, может быть, максимум. Понимаете? И вот это вас добило. И тем более, когда вы хоть как-то держали за эту конструкцию, а потом еще и развелись, вы вообще перестали чувствовать, как жить в этом мире. И поэтому депрессия накатила еще сильнее. Вот. А сейчас мы эти программы все перестроили и важно это поддержать. Начать дарить себе подарки, начать делать то, что вы хотите. Есть ту пищу, которую вы хотите, а не по-быстрому что-то приготовить. Все свое свободное время тратить на какие-то вещи, которые хочется тратить. в мелочах себе позволять то, чего вы раньше себе не позволяли. Я вот хотела вас спросить вот еще как бы это... Это важно очень, очень важно. Это понятно. Я понимаю теперь, да, я понимаю. У меня вот еще что вот тоже меня беспокоит. Кто что говорит, все люди разные. Вот у меня сейчас я как бы мужу бывает помогаю морально или там что-нибудь сделаю, потому... Он у меня заболел сейчас. У нас заболел. Я бывает ему помогаю. Спрошу там как самочувствие, то все, или приду домой. У него опухоль. Какая? И чего? Поджелудочная. Да. Какая опухоль поджелудочная? Раб второй степени. Так. И? Ну вот мне его снова становится жалко. Вот как бы он заболел. У вас там классный суфлер. Это дочь, что ли, да? Да. Слушаю. Так, привет ей, дочери. Спасибо. Вам тоже привет. Она тоже к вам хочет в эфир попасть. Ну, давайте с вами разберемся. И вам полегчает, и дочке тоже перепадет. И что? Ну вот у мужа рак-то поджелудочная железа. Вот мне его становится жалко, как бы поразили не один год. Жалко, хочется, чтобы он вылечился. Вот бывает, там спросишь у него, что как дела, самочувствие, чем помочь. Или приду там ему там дома что-нибудь, помогу. Ну вот какие-то советы там что-то для лечения там или что-то там оздоровление какое-то. Он все-таки мужчина, он мало понимает, вот ни во что не верит. Я вот не знаю, могу я это все делать, надо ли мне это. Кто говорит, надо как бы помогать, кто говорит, зачем тебе это надо. Я не знаю, как правильно мне поступить. Поступайте так, как ваше сердце говорит, но делайте это не из чувства жалости к человеку, а из чувства любви. Проблема поджелудочной железы это долгая обида, которую он вынашивал себе. У него вот это недовольство, про которое вы говорили, да? Он думает, что после развода ему типа стало легче, но на самом деле его обида пошла внутрь и стала разрушать его тело. Понимаете, что происходит? Его исцеление от заболевания будет заключено в том, что он осознает то, что он обижаться, не имеет к вам никакого отношения, что вы вообще в его картине мира играли не ту роль. И чтобы он стал счастливым человеком, чтобы он научился любить, тогда у него запустится исцеление. Тогда он выйдет из этой роли жертвы, обстоятельств, что все вокруг виноваты в том, что с ним происходит. Понимаете, какая штука? Я поняла. Ему дочь говорила. А может это сделать только он сам? И если вы ему действительно хотите помочь, то вы должны сначала помочь себе обрести состояние счастья, любви, здоровья, радости, полного здоровья, гармонии. И когда вы будете этим наполнены, тогда, когда человек вас увидит, в нем какие-то инсайты начнут происходить. Не потому, что вы его убеждаете, а потому, что он начинает это чувствовать. и рядом с чистым человеком второго начинает включать. Как вот, знаете, к иконе подходишь какой-то, или в каком-нибудь святом месте бываешь, намолен, и там что-то начинает в голове происходить. Вот когда вы себя любите, и вам от этого хорошо, и вы балдеете от этого состояния, вот к вам человек подходит, и он начинает это ощущать. И у него начинает рефлекторно запускаться инсайты, осознание, что он в чем-то не прав. И в чем не прав, он сам начинает понимать, потому что рядом с вами у него это самоосознание будет усиливаться. Поэтому, если вы действительно чем-то ему хотите помочь, для начала помогите себе на 100% жить своей жизнью, а там будет все видно, что вы и как можете для него, вернее, он сам для себя может сделать рядом с вами. Вот хотел еще узнать важный момент для себя. вот возможно, может ли то, что я сейчас одна живу, но у меня еще от этого чувство тоски есть, что мне скучно одной, я не могу одна. Ну, вас приучили к этому, что вы не должны быть одной. На самом деле, когда человек живет один, и ему больше 18, в этом ничего плохого нет. Для того, чтобы с кем-то дружить, сначала надо подружиться с собой, чтобы вам было с собой хорошо, а потом этот навык точно будет востребован. С вами захотят люди жить, бывший муж или дочь или еще кто-то, потому что вам с собой хорошо, от вас идет любовь, позитив, радость и счастье. Вы будете инвестировать в других людей, и им будет прямо с вами прекрасно. Ну, вот у меня вот что, если я одна живу, может это на самочувствие мое это влиять или нет? Нет, это ваше ощущение, что оно влияло ранее, а так оно влиять не может. Как сейчас самочувствие может быть? Ну, вот сейчас хорошо, как бы лучше и в руках, и вот здесь вот как-то... Прекрасно. Вот это надо в состоянии поддержать. Завтра себе купить цветок. И вообще их раз в неделю покупайте. Вы любите свежие цветы, когда в доме вот такой запах стоит, вам от этого радостно и счастливо. Покупайте себе то, что вы хотите себе купить. Не потому, что столько денег, если что хочется, но и деньги сразу где-то найдутся. Понимаете? Смотрите на мир широко открытыми глазами и получайте от этого удовольствия как у женщины. И тогда все начнет складываться наилучшим для вас оборудованием. И о депрессии не остается никакого следа. Понятно. Понятно, Надежда? Это понятно. Да, это понятно. Вот, я еще хотела вас узнать по работе. Последний вопрос, да, по вашей работе. Что там у вас с работой? По работе, вот, я сейчас в поисках работы, но я работаю по доктору, в магазине работаю, вот, я хочу сменить работу, вот, и вот, не знаю даже, в какой, куда мне податься, как бы, что мне больше нравится. Я знаю, что мне, вот, я раньше бросила, поступала на медсестру и бросила, вот, теперь всю жизнь об этом жалею. Поступить на медсестру? Ну, как бы, я думаю, уже нереально это. Почему нереально? Нет ограничений по возрасту. Раньше, 15 лет, на медсестру поступить невозможно в медицинскую училищу, а потом-то, ради бога, неважно, сколько вам лет. Вообще, не имеет никаких ограничений. Все, полностью люди в 50-60 поступают учиться. Кто вам мешает? Если вам медицина нравится, если помогать другим нравится. Если получаете от этого удовольствие. Зачем передавать свои мечты? Я знаю, что, как ты, как бы, поступаешь без ограничений по возрасту, и все равно, как-то, вот, зацикливаешься над этим. Зачем? Ну, хрена вы это делаете, если хочется делать то, чего хочется делать. Какая-то, сколько вам лет? Если у вас это была мечта, и вам нравится эта работа, так идите в нее. Чего сомневаться? Зачем? Получите образование, которое даст вам право делать то, что вы хотите. сомневаться? Я вот еще, еще у меня вот такое, вот, не знаю, вот, от чего это, от характера или нет, зависит. Вы как-то кому-то рекомендацию слышала, давали, что вот, если человек чувствует, что он не может заработать денег, как-то вот, некоторые вот смотришь, я не пойду на такую маленькую зарплату или все, а я как бы иду, и мне как бы это вот, не зацикливаюсь над этим. Потому что из вас делали удобного человека, вас так воспитали. Ну и ладно, да, есть дела, и рот свой закрой, и на что не претендуй, просто выполняй работу. И будьте счастливы. Поэтому, Надя, сейчас у нас май месяц, в сентябре начинается новый сезон образования в медицинских училищах. С июня месяца подаются документы. Ровно через месяц вы можете начать осуществлять свои мечты, подав документы в медицинское училище. Уверен, что в Екатеринбурге их много, и начать карьеру в этом направлении почему бы нет. Почему бы нет. И вот у вас по энергетике больше вода, отдых на воде, плавание, лодочки, купание, это все ваше. Поэтому, как только есть возможность, с водой стихией вам надо взаимодействовать. Понятно. Это понятно. Ну, тогда, Надежда, мы все вам пожелаем удачи. А, извините, хотела спросить про дочь, как ей к вам попасть, я хотела по ее здоровью. Вот точно так же. Она подает заявку, попадает в мой список, и тогда в прямой эфир она попадет. Как-нибудь мы с ней поработаем. Договорились? Да, я хотела по здоровью спросить, но, наверное, уже не получится. Уже достаточно. Все. Спасибо вам. Удачи вам. Счастливо. Спасибо большое. Так, друзья, идем дальше, включаем комментарии. Так. Не знаю, что есть что-то про зрение. Были, по-моему, герои? Не так давно, но были. Не так давно, но были. Как самочувствие? Она не тяжелая, она просто вот была закомплексованная вся. Вот прям такая. Энергию мы включили, просто и надо сейчас себя дальше раскочегарить. Раскочегарить. Начать жить счастливо. Не делая себя жертву, а жить. Так. Тошнота подкатила когда один день живать у мамы. Ну, значит, не совсем вас хотели. Не были готовы. Друзья, вот кто реагирует и говорит, что надежда очень нудная, значит, у вас внутри сидит эта же штука. Вы такие же, на самом деле. То есть, реакция на другого человека, это то, что у вас внутри есть. Ее еще догонят. она вот только-только начала приоткрываться, только-только начала в свое тело входить. Начала в это тело сходить. сходить. Сходить.